всем привет мои друзья всем доброго времени суток я приехала на базар купил клубнику клубника тут по 100 гривен было и 75 по моему я взяла две банки именно мне понравилось потому что она домашняя очень ароматная я взяла поесть девочка но если будет еще клубника я буду брать на варенье но пока что то она никак мне не попадается и дешевле чем я хочу дешевле не попадается значит я взяла еще шланг 450 гривен стоит ним надо набирать бассейн стирать ковры он длинный 20 метров кажется потом посмотрим я приеду она сейчас до 20 метров 20 метров шланг 450 что это очень дешево я взяла его так он мне как раз подходит по размеру к моему крану вот и взяла марии федоровны отбирок белокрылки ну препарат пусть она прескать она мне вчера дала рассаду а я ей как бы отблагодарю купила ей дам пусть поможет своей рассаде и избавиться хотела за шоколадками девчонкам своим пишут 1690 но стоят они на самом деле 20 вот вкусно дайте с черничкой классные тут они меньше программа но очень вкусный 90 грамм вместо 100 все еду хлеб мой любимый 1350 очень ароматный свежий холодочек стал он когда же живешь не поспит уже кое-где вот кое-где нашу полюшку пилая вам шоколадки купила клубничку а кто это вышел а кто это вышел лунтик вышел переходник может быть я думаю мне понадобится надеюсь на это 20 метров шланги и бассейн набрать и ковры постирать отличный почему взяла вот такой потому что у меня на улице кран такой в принципе как раз должен подойти сейчас поэтому идеально подошел эти прям плотно хорошо но я-то знаю размер своего шкрана поэтому еще и 20 метров могу постирать ковер и набрать бассейн мне этого достаточно 20 метров вообще думала 10 против взяла за 15 гривен стакан фасоль 2 стакана вот такой белой на борщ мы очень любим борщ с фасолью вот еще у меня поднос зелени лук зеленый это чайная роза я сварю пол-литровую банку варенья раньше я варила баночки по 4 по 5 а сейчас достаточно будет 1 и а и 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 Продолжение следует... 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 Это очень сложное, не женское это дело. Я сегодня устала только из-за того, что я косила. Смотрите, какая вишня. Как-то они спеют странно. Зеленая и вот вам аж черная. Вкусная. Будет поспевать уже год. Дождалась вишня. Эта вишня крупная, крупная. А это у меня самосадка. Немножко она отличается. Здравствуйте. Сама тут выросла, тут она была ломаная, но за два года сама срослась. Вот тут в этом месте. Так, там у нас детвора. Да их так много. Бегают в кухне летней. Разрешила гулять. Много их там заскочила. Ну вот так вроде неплохо покосила. Тут уже тяпочкой где-то доделаю. Но тяжело, я вам скажу. Не для женщины это все. Вот она прилягла, трава. И уже видно, что что-то я хоть тут делала. Тут тоже тяпкой, тут тяпкой. Может не сегодня. А тут надо будет ее хорошо наточить. Я не могу. Трава такая жесткая. Даже не берет. Надо лучше ее наточить и вот тут покосить. Все-таки пересадила я розу сюда. Я поняла, что под Ивой там что-то, что-то на нее как напало. Если что, посмотрю, чем ей помочь. У меня ни на одной розе нет этого. Вот тут ее прям ела под Ивой. Это единственная розочка, на которую так напали. А я села, переберу сейчас шелковницу. Она у меня нападала. Вспомнился мне такой случай. Настенька у меня маленькая. Поле года 4-5. Где-то такой возраст. Настенька еще маленькая. И мы ездили за шелковницей. Мы еще жили у Сережиной мамы. А там, где она живет, там есть как посадка. Там белая. Такая, как фиолетовая шелковница. Вот помнится мне. Такие вот моменты были. Мы ездили в это время по липу. Собирать липу. А шелковницу мы такую собирали. И вложили в морозилку. Вот так вот. Тоже по пакетам. На компоты. Были такие времена. Да. Время идет. Уже ничего не вернуть. Очень нравилось мне это. Луна, это ты там полиганишь? Вот и сейчас тоже собираю шелковницу. И думаю. А ведь и малину мы сажали. У меня видео есть такое на канале. Вместе с Сережей. Поехали, нашли малиник. Ехали туда до бабуси. Проезжали мимо. И нашли как заброшенный малиник. Выкопали, откуда ее посадили. Вот это она разразлась у нас там. Я смотрю, она не очень хорошая. Зря мы ее посадили. Вот здесь хорошая. За домом это ежевика. Она тоже хорошая. И как бы я рада, что у нас есть ежевика. А вот сюда вот посмотрела. Я вам показала. Вот возле сарая у меня, где погреб. Там она какая-то вот как с зернышками. Там где-то зернышко есть, где-то зернышко нет. В общем, странная малина. Я взяла с собой журналы. Сейчас я буду перебирать, но просто покажу вам журналы. Помните, я вам говорила. По-моему, я не знаю. У меня они уже такие старенькие. Обложки я не вижу. По-моему, люблю готовить. Как мне нравились эти журналы. Смотрите. Вот, допустим, девушка. Она посылала в редакцию рецепт, фотографию. И тут печатали. Я так обожала эти журналы. Я их собирала. Я вот просто бывают моменты вот так перелистываю. Насколько это приятно. Рыба с грибами. Вот девушка посылает свой рецепт. Да, она. Вот это ее такое коронное блюдо. Пишет о себе. Вот. Ну и вот сам рецепт. И это так читаешь. Оно уже старенькое. Перелистываешь. Но ты понимаешь, что человек его не один раз готовил. Если человек посылает это в редакцию и хочет, чтобы это напечатали, то значит это коронное какое-то блюдо. Любимое блюдо человека. Я бы так, допустим, посылала, да, какое-то коронное блюдо. Вообще. Вот. Сегодня на обед, допустим, человек вот думает, что же ему приготовить на обед. Я всегда готовила по этим журналам. Мне так нравилось. Сейчас вот как-то мне не хватает времени, потому что у меня и двор, огород. Вот. То есть на мне вот столько всего, что я в принципе не могу. Но я жду момент, когда я уже перестану там подсаживать что-то, полоть. И я вот такое время посвящаю готовке. Беру журналчик, перелистываю. Вот сегодня на обед девушка, допустим, посылает, что она готовит. Гарнир Принц Востока. Да. И вот все ингредиенты, как это приготовить, фотографию. Очень любила эти журналы. Такие неприятные, такие классные. Особенно вот семьи, которые в гостях у читателей. Мне тоже очень нравилось. Приходила редакция, их приглашали, кормили вкусно, накрывали стол. Так что вот такие вот журналы сохранились немного. Я не знаю, напишите. Есть сейчас эти, я не знаю, почему-то они безоблужат. А в интернете уже мне так не нравится. Меня это так как-то не впечатляет настолько. Хотя это тоже своего рода классно, ты смотришь. Но здесь вот оно, когда уже постоянно ты соприкасаешься и видишь, то лучше. Ладно. Буду перебирать. Еще рано сушить. Но я думаю, может быть, попробовать, как она будет сохнуть. Влажная сохнет долго. Наверное, сутки. Электричество действительно сейчас подорожало. Я не думала, что настолько. И оно подорожало. Про укроп не написали, что он выглядит как мочалка. Когда вы его замочите, он будет прекрасно себя чувствовать. Это нормально. Если вы любите, допустим, замороженный, то, конечно, он выглядит потом лучше. Замороженные продукты выглядят хорошо. Я сегодня компот варила. Тоже там замороженная у меня была вишня. И этот, крыжовник со смородиной, кажется. Там, в общем, перемешка, ассорти такой. Вот я приготовила этот компот. Отличный, как со свежих ягод. Я понимаю, да. Но я и так, и так. Почему так? Потому что, допустим, наморозить, я не могу такого количества, да, вот нарезать, наморозить. Это очень много. И что у нас будет дальше с электричеством? Мы не знаем. А нам надо иметь какую-то альтернативу. То есть сушка. Сушка – это самое актуальное. Так что, вот написали в комментариях мне про пакетики такие вакуумные, да. В общем, как одежду вы складываете, воздух оттуда вытаскиваете, да. Вот такие вот продают. В общем, надо будет подумать. Вот можно действительно приобрести. Очень хорошая вещь. Ничего там не заведется. Да. В общем, хорошо ягодки тоже. Вот это перебрать, а руки какие грязные. И вы понимаете, оно же под ногти заходит. А потом попробуйте это все отмыть. Вот за это мне не нравится шелковица. А так, в принципе, я ее очень люблю. Лучше иметь белую. Она слегка такая фиолетовая, но намного слажен. Ну, вот как во мне. Ну, у меня нет такого сорта. Ну, немножко насушу. Посмотрю. Сушить буду все ягоды. Понемножку. Попробую вишню высушить. Очень интересно. Я помню, у меня бабушка сушила вишню. Как же они ее вялили, по-моему, в духовке. В общем, она очень долго сохнет. Но когда она высохнет, какая же она вкусная. Очень много бабушка у меня сушила. Она у меня такая была хозяюшка. И абрикосы она умела сушить. Кстати, у меня мама очень хорошо сушит абрикосы. Их тоже не каждый высушит правильно. Очень правильно сушить. Так что... Тоже на компот, на кисель, ягодка. Знаете, она... Когда будет зима. И уже этого всего не будет. Варенье. Это варенье, если сварить, я варила. Оно должно храниться только в холодном месте. Иначе оно взрывается. В общем, сегодня... Не, вчера вечером, или сегодня утром. Залезла посмотреть билеты, чтобы поехать нам на западную. На одного человека в одну сторону 1300. 4000 на троих, если я буду брать на нас троих. Я и дети. 4000 в одну сторону, 4000 в другую сторону. Это 8. Плюс отель снять. Ну, пусть по тысяче, да. То есть... Знаете... Я не знаю. Как бы... Теперь я под вопросом вообще. Я не думала, что... Настолько... Хотя бы по 800. Я считала... По 800 за... Ну, за билет в одну сторону. Не знаю. А... Поля кричит. Нема! Лучше машину отремонтировать, чем поехать. Машины... Ставят в гараже. Еще буду... Ай! И комары летят. Ой! Поэтому я не знаю прям что. Что и как. Я думаю, что это все нужно помыть. Ой, какие руки грязные. Как мне это все отмыть потом? Она еще сочная такая. Ну, в общем, поля против. Говорит, не тратить такие деньги. Ты что? Лучше машину сделать. Вот даже и не знаю, что... Что да как лучше. Так. Все, мои хорошие. Я буду заканчивать. Ветер такой сильный. Мне кажется, просто затувать будет. Это не знаю. Сила вроде ничего не было. Начал подниматься. Поэтому я быстренько монтирую. Выпускаю вам видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, мои хорошие. Все. Пока-пока-пока.